Здравствуйте друзья! В этом видео мы с вами рассмотрим еще один вариант ZigBee устройства, предназначенного для энергомониторинга. Оно имеет несколько особенностей. Во-первых, бесконтактный принцип работы. Я имею ввиду то, что гаджет непосредственно не включен в цепь нагрузки, где могут протекать достаточно большие токи. Для съема показаний используется токовый трансформатор, который имеет форму кольца, внутри которого помещен провод, который идет на нагрузку. То питание, которое подключается на энергомонитор, нужно для его собственных нужд из-за мера напряжения в сети. Следующая особенность форм-фактор. Герой обзора очень компактный и совмещен с токовым трансформатором, который обычно вынесен отдельно. Благодаря этому для него не требуется дополнительное место на динрейке, где оно часто в дефиците. Подробнее далее в моем обзоре. А пока по традиции, попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, которым интересна тема умного дома. И подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства. Энергомонитор на токовом трансформаторе. Интерфейс ZigBee 3.0. Существует и Wi-Fi версия. Диапазон рабочих напряжений от 110 до 240 Вольт. Рабочие токи от 50 мА до 63 Ампер. Замер осуществляется в обе стороны, как потребленной, так и произведенной энергии. Возможность работы с предоплаченными объемами энергии, программный сброс показаний энергии, уведомления о превышении пороговых значений. Размер 46,8 на 21,3 на 17,8 мм. Рабочие температуры от минус 25 до 60 градусов Цельсия. Поставляется устройство в небольшой коробке с обозначением бренда The Mismart и изображением энергомонитора на крышке. Как я и сказал, есть ZigBee версия, ее мы и рассмотрим, и Wi-Fi. Об этом есть отметка на коробке. Внутри упаковки нашелся энергомонитор и небольшая инструкция на английском языке. Тут есть варианты подключения энергомонитора, их несколько, как перед автоматами, так и после. Главное устанавливать его на провод с фазой и соблюдать правильное направление. Подробнее расскажу далее в видео. Устройство представляет собой небольшой кирпичик из белого пластика, внутри которого имеется сквозное отверстие. Это и есть токовый трансформатор, через который должен проходить провод с фазой на нагрузку. Кнопка, которая находится на корпусе, предназначена для перевода энергомонитора в режим сопряжения. Для этого ее нужно подержать, пока не начнет быстро мигать светодиод. Он находится на торце устройства, тут же есть стрелка, которая показывает направление тока. Имеется в виду, что ток, который течет согласно этому направлению, будет считаться потребленным, в обратном направлении выработанным. Для масштаба рядом с печечным коробком. Энергомонитор раза в два меньше, он действительно очень компактный и поместится в электрощит даже с очень плотным монтажом. Корпус держится на защелках, разобрать его несложно. Если разборка не требует деструктивных действий по отношению к устройству, я ее обычно провожу. Скомпоновано все довольно плотно. Вот тот самый токовый трансформатор, через который должен проходить проводник с фазой на нагрузку. Тут применен один из специально разработанных для экосистемы Tuya Smart Zigbee модулей ZS2S. Соблюдаем корректность подключения. На тестовом стенде фаза, это красный провод, который идет через реле DAC 2161C, которое я использую для сверки показаний. Ссылку на обзор этого реле вы найдете в описании под видео. Это тоже энергомонитор, но в отличие от героя обзора, линия нагрузки проходит через него, там используется мощное реле на 80А. Тем не менее многие опасаются такого типа подключения, из-за возможного перегрева или даже возгорания такого типа устройств. При бесконтактном съеме данных такой риск отсутствует. Пропускаю фазовый провод через кольцо трансформатора, направление тока от реле к розетке, в которую я буду подключать нагрузку, совпадает с стрелкой на энергомониторе. Питание самого энергомонитора подключаю параллельно розетке. В случае с использованием в трехфазных сетях, для получения корректных данных, для питания нужно использовать ту же фазу, с которой снимаются показания. Перейдем к логической части и начнем с базового приложения управления Tuya Smart. Для работы нам нужен ZigBee шлюз, у меня это NAS ZV05B0 с поддержкой Google Home и Apple HomeKit, ссылку на обзор вы найдете в описании. Переходим в его плагин и нажимаем на кнопку добавления нового дочернего устройства. Для перевода энергомонитора в режим сопряжения, нужно удерживать кнопку на нем в течении секунд 5-6, пока зеленый диод активности не начнет быстро мигать. Имейте в виду, что клик на этой кнопке не очень явный, может показаться даже что она не нажимается, но это не так. После этого устройство обнаруживается шлюзом, проходит интервью и появляется в системе. Главное окно плагина, в верхней части с самым крупным шрифтом, это показатель активной потребленной энергии в киловатт-часах. Чуть ниже и с выравниванием вправо, он же только в разрезе времени. Далее идет табличка с стандартными значениями энергомонитора, ток в амперах, мощность в киловаттах и напряжение в вольтах. Ниже еще два показателя, баланс про него чуть далее и значение выработанной энергии. Тут же есть журнал энергопотребления. В нижней части окна плагина находятся две кнопки, левая меню черч, в котором есть опция включающая предоплаченный режим работы, возможность ввода купленных киловатт-часов и кнопка обнуления показаний. Как это работает покажу в разделе тестирования. Вторая кнопка настройки, тут доступно 9 параметров. Первый это журнал алармов, сюда будут записываться дата и время аварийных событий. Далее, настройка предела срабатывания аларма по превышению заданной мощности, по умолчанию 13 киловатт. Это соответствует току примерно 60 ампер при напряжении 220 вольт. Далее, предел по току, по умолчанию стоит как раз те самые 60 ампер. Следующим идет предупреждение о высоком напряжении. Изначально выставлено 253 вольта. Для нижнего предела установлено 180 вольт. Переключатель режима Negative Active Power Alarm. Слева он отключен, но по умолчанию включен. В таком случае он сработает, если ток будет течь в обратном направлении . Следующий предел при недостаточном балансе электроэнергии. Он нужен для предоплаченного режима работы и будет предупреждать, что осталось слишком мало оплаченной энергии. И самая нижняя опция предупреждения о задолженности, когда баланс станет отрицательным. В общем меню настроек все более менее стандартно. Тут нет ни одной сторонней системы типа Google Home или Amazon Alexa, где бы заявлялась поддержка устройства. Можно проверить версию прошивки, из коробки была актуальна. Есть опция объединения в группы общего доступа и удаления из системы. Перед тем как приступить к тестам, несколько слов о автоматизациях. Энергомонитор может работать и как триггер и как действие. В разделе триггеров «Если» тут доступно 7 вариантов параметров. Значение потребленной энергии в киловатт-часах, меньше, равно или больше заданного значения. Аналогично для выработанной энергии. Можно сделать автоматизацию, которая сработает в случае возникновения одной из аварийных ситуаций по установленным пределам для мощности тока напряжения и т.д. Можно даже отслеживать переключение в предоплаченный режим работы и обратно. Также в качестве триггера можно использовать сброс показаний потребления и значения баланса и предоплаченной энергии. Теперь раздел «Тогда» действие автоматизации. Тут доступно всего три варианта того, что может сделать энергомонитор. Включить или выключить предоплаченный режим работы, активировать сброс показаний энергии и добавить выбранное значение предоплаченной энергии. Перейдем к тестированию, так будет проще разобраться. Сначала сравним показания. Тут, слева направо, замеры при работе лампочки накаливания, микроволновки и электрогриля. Сравним с счетчиком DAC 2161C, показания которого достаточно точные. Я решил использовать показания с экрана счетчика, которые обновляются в режиме реального времени, так как в систему данные передаются примерно раз в минуту. Что касается героя обзора, то обновление примерно раз в 10 секунд. Но и этого хватает для небольших расхождений. Напряжение на экране 232,3 вольта, на две десятых больше, чем показал энергомонитор. Ток 333 тысячных ампера против 329 тысячных ампера и соответственно мощность 177 Вт против 76. Но с учетом небольшой рассинхронизации по времени, я считаю, что они совпадают. Микроволновка, напряжение 228,6 вольта против 228,7 вольта в приложении энергомонитора. Ток 6,332 тысячных ампера против 6,496 тысячных и соответственно мощность 1338 Вт против 1385 Вт. Но еще раз хочу акцентировать внимание, что показания на экране постоянно меняются, а в приложении обновляются реже, поэтому снять их в один момент времени едва ли возможно. Электрогриль, самый мощный потребитель в тесте. Напряжение 228,1 вольта против 228,6. Ток 8,518 тысячных против 8,688 тысячных и мощность 1942 Вт против 1986 Вт. Кстати, если брать показания, которые передает счетчик DAC2161C по ZigBee, то они за счет еще большей инерционности сильнее расходятся с показаниями на его же экране. Но стоит понимать, что это касается лишь мгновенных значений, а вот счетчики энергии работают совершенно корректно. Продолжим тесты, что будет если энергомонитор установить на линию с нулем. Тут я специально смоделировал такую ситуацию, как видите, тестер показывает фазу на синем проводе, который идет мимо монитора. Но он все равно снимает показания и по виду они не отличаются от тех, которые отображались на той же нагрузке, но когда энергомонитор был установлен на линии с фазой. А теперь поменяем направление, я переставил энергомонитор так, что стрелка теперь показывает не на розетку, а от нее. При установках по умолчанию срабатывает предупреждение о негативном значении активной мощности. Если в настройках отключить это предупреждение, то энергомонитор будет работать в штатном режиме, только общее значение энергии будет накапливаться в нижнем счетчике Reverse Active Power. Теперь разберемся с предоплаченным режимом работы, это левая нижняя кнопка в плагине. Включаем опцию предоплаченной работы и добавляем количество оплаченной энергии, например 10 кВт часов. Подтверждаем и на балансе получаем указанное количество энергии. Добавлять энергию можно любыми пакетами сколько угодно раз. Теперь попробую вскипятить чайник, он потребляет порядка 2 кВт энергии. По мере этого видим, что верхний счетчик потребленной энергии начинает меняться. Меняются показания чуть ниже потребленной энергии за последний час. Баланс под табличка энергомониторинга начинает уменьшаться. Его значения обновляются с шагом в 0,05 кВт часа. На то чтобы вскипятить 1,5 литра воды было затрачено 0,14 кВт часа энергии. С баланса ушло только 0,1. Следующее обновление будет при достижении отметки в 0,15, затем в 20-25 и так далее. Теперь проверим функцию сброса. При ее выборе система предупреждает о том, что все записи будут удалены. Если мы соглашаемся с этим, то значения всех счетчиков обнуляются. Это же, как мы помним, можно делать и из автоматизации, и включение предоплаченного режима и добавление пакета воплаченной энергии, и уведомление о снижении остатка баланса и старта задолженности и обнулений. Хотя о поддержке в Google Home и Apple HomeKit ничего не сказано, но проверить можно. В Google Home нужно через меню добавление устройств совместимых с сервисами, разово добавить аккаунт to eSmart, после чего все совместимые устройства будут добавляться автоматически, но энергомонитора это очевидно не касается. То же самое по Apple HomeKit. Мой шлюз совместим с этим протоколом и добавлен Home Assistant через интеграцию HomeKit Controller, которая работает также, как и центр управления умным домом от Apple, роль которого играет Apple TV или колонки. Но тут энергомонитора тоже не оказалось, претензий нет, так как совместимости не заявлялось. И вот мы плавно подошли к Home Assistant. Пока энергомонитор еще подключен к шлюзу, посмотрим, что тут появится через штатную интеграцию Tuya. Доступны базовые параметры. Ток, мощность, напряжение и общая потребленная энергия. Больше ничего нет. С другой стороны, при таком типе интеграции, сохраняется функциональность устройства в приложении Tuya Smart. Однако кроме этого, есть зависимость от работоспособности облаков и канала доступа в интернет. Теперь проверим работу с альтернативными координаторами и интеграциями. Для этого энергомонитор нужно удалить из Tuya Smart, ZigBee устройства могут находиться в один момент времени, только в одной ZigBee сети. Это интеграция ZHA и тут у меня используется USB ZigBee Stick Sonoff ZB Dongo E. Запускаем режим добавления новых устройств, энергомонитор нужно переводить в сопряжение вручную, сам он даже после удаления с шлюза не переходит в него. Он обнаружился и подключился, но уже на этом этапе видно, что никаких объектов у этого устройства нет. Так и есть, только пустое устройство без ничего. Из информации только то, что герой обзора является роутером, то есть, передает через себя данные от и к другим узлам сети, тем самым расширяя ее емкость и покрытие. Теперь проверим ZigBee 2MQTT. У меня это базовая система для работы с ZigBee устройствами, актуальная на дату обзора версии 1.32.1. Тут на тестовом сервере я пользуюсь стиком Sonoff ZB Dongo P, на рабочей системе два сетевых координатора ZigStar. Тут хорошая новость, энергомонитор подключился и распознался, поддержка штатная из коробки, не нужно искать или писать внешние конвертеры. Все, включая картинку и модель, отображается корректно. Как мы и выяснили на предыдущем этапе, гаджет исполняет роль ZigBee роутера. Из описания на официальном сайте ZigBee 2MQTT становится ясно, что кроме показаний энергомониторинга, тут есть возможность устанавливать разрядность показаний от 0 до трех знаков после запятой и проводить калибровку показаний в процентах. Опции сброса показаний энергии, как в родном приложении, на дату проведения теста нет. Собственно все таки есть, на странице экспозиции есть параметры по напряжению, текущей мощности и току, а также потребленной и выработанной энергии, это зависит от направления тока. Страница настроек, где собственно и устанавливается как разрядность, так и проводится калибровка показаний по энергии, напряжению, току и мощности. Обновление показаний довольно быстро, не более 10 секунд от момента физического изменения до отображения в системе, так что героя обзора можно использовать в автоматизациях, реагирующих на изменения этих параметров. Давайте попробуем сделать калибровку показаний, сейчас на счетчике энергии и значение 0,04 кВт часа. На странице настроек ставим значение в 10000, это значение в процентах, то есть калибровка в 100 раз. Вот это значение отобразилось в файле конфигурации аддона в описании энергомонитора, любые другие настройки будут отображаться тут же. Применение при следующем обновлении данных. В 100 раз от 0,04 кВт часа это 4 кВт часа, к счетчику прилетело это значение, все работает. Теперь ставим 0 процентов, то есть вернуть как было. Вот калибровка отобразилась в текстовом файле конфигурации zigbee2mqtt. Счетчик вернулся к нормальным показаниям, но как по мне полезнее было бы сделать переключатель обнуления показаний как в родном приложении. При этом обнулить показания можно простым выключением питания на энергомонитор, после включения назад счетчик сбрасывается. Кстати в своих уроках про интеграцию утилити-метр, я упоминал про опцию периодического сброса, ссылку на них вы найдете в описании. Она как раз нужна в случае, если показания исходного сенсора периодически сбрасываются в ноль. И в завершение тест на SLS шлюзе, актуальная версия прошивки которого на дату обзора от 9 мая 2023 года. Герой обзора подключился, однако, потому что был определен нулевой конвертер, можно сделать вывод, что штатной поддержки нет. Так оно и есть, попробуем сделать попытку подключиться через конвертер для подобного устройства. Тут есть 282 конвертер для токового энергомонитора в другом форм-факторе от MATC Plus, если хотите обзор на него пишите в комментариях под видео. Я установил этот номер вручную, чтобы SLS думал, что к нему подключено именно это устройство. Однако в этом случае такой прием не сработал, данные не появились и не обновились. Автору прошивки я передал всю необходимую информацию, надеемся, что поддержка появится в ближайших обновлениях прошивки. Сейчас я продолжаю наблюдение за стабильностью работы устройства. Сделал для него счетчик в Home Assistant через интеграцию Utility Meter, ссылки на уроки про нее вы найдете в описании под видео. Из того, что я наблюдаю, все работает корректно, в моем случае это хороший вариант, так как места в электрощите у меня нет. Так как у меня на вводе три фазы, я воспользовался акционным предложением, проходящим на дату обзора распродажи и заказал еще два таких же монитора, как приедут, буду монтировать в электрощит и наконец сделаю себе общий электросчетчик. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, они помогут другим людям найти этот обзор. Если вы не хотите, пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления. В описании под видео вы найдете ссылки на магазины, где можно заказать этот энергомонитор, другие видео, упомянутые или соответствующие этой теме, мой телеграм-канал и фейсбук страницу, а также группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok